Саида Хусейновна Лайпанова 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 Ныне покойные, замечательные люди, которые воспитали не одну клея, а одну кушер-гинекологов Значит, это по настоящее время работает Узденова Зарема Демеевна, врач-акушер-гинеколог В общем, мне повезло в жизни, что я встретилась с хорошими, грамотными людьми И это во многом тоже способствовало дальнейшему моей работе Почему вы параллельно со врачебной деятельностью решили преподавать? Пришла к этому чисто случайно В 1993 году тоже предложение мне работать на кафедре медицинских знаний в Карачаево-Черкесском Тогда госпедуниверситет, институт был Сейчас это Карачаево-Черкесский государственный университет имени Умара Дешовича Аниева Значит, на кафедре медицинских знаний Возглавлял кафедру тоже замечательный человек Кипкеев Дамал Абрагимович, кандидат медицинских наук, доцент И вот под его руководством тоже у нас был очень хороший коллектив в институте Ну и есть он сейчас, у нас мало осталось, правда, на кафедре медицинских знаний Там я тоже бы работала Совмещать, конечно, бывало сложно Сложности заключаются в том, что после ночных дежурств Приходяюсь жертвовать обеденным перерывом Но работа с молодежью меня всегда привлекает И я люблю работать с молодежью, передавать им знания Общаться с ними Видеть и заинтересованность молодых людей, студентов своих Радоваться тому, что знания мои лекции, семинары пошли им на пользу Слышать отзывы хорошие Конечно, это все стимулирует в дальнейшем к работе с молодежью преподавательской деятельности И поскольку она мне вот так вот нравилась, мне пришлось защититься по педагогике, чтобы не выезжать И вот по сей день я как бы работаю Вам много приходится общаться со студентами Современная молодежь, какая она? Ну, современная молодежь, конечно, отличается от той, с которой я познакомилась в начале 90-х годов Ну, в плане, в каком плане? Она более такая, скажем так, любознательная Сейчас в силу того, что вот век высоких технологий Она более прогрессивная Значит, много вот в силу того, что там вот информатизация большая идет Век такой информатизации, экономического прогресса и информационного больше прогресса, да? Поскольку жизнь такая становится многогранной, вариативной И, соответственно, это молодежь тоже старается идти в ногу И приходится иногда даже, бывает, что не ожидаешь вопросы Такие вот вопросы иногда ставят даже затруднительное положение в какой-то момент молодежи Как врачу научиться не пропускать через себя эмоции, связанные с болезнями пациентов? Это удается, думаю, каждому моему коллеге очень тяжело Потому что не пропускать через себя не получается И как-то и даже не задумываешься, что вот этот случай надо там пропустить через себя Невольно после того, как решается Это хорошо, что зачастую все решается благополучно Исход бывает Все равно приходишь невольно к этому случаю мысленно Анализируешь его, оцениваешь Я думаю, что это очень тяжело пропустить Единственное, что помогает, вот опять-таки, может где-то преподавательская деятельность помогает Где-то подготовка к лекционным занятиям, работа с молодежью, работа с персоналом, вот как руководителем Я стала работать Вот это вот в какой-то степени помогает А так, это очень тяжело не пропускать для меня через себя Врач-администратор Саида Лайпанова и практикующий врач Саида Лайпанова Они сильно отличаются друг от друга Конечно, работать врачом-организатором и непосредственно лечебником Это, в общем-то, разное, но не совсем такие диаметрально противоположные такие сферы деятельности Как административная работа Нужно стараться организовать работу Следить за всем, начиная с питания, с медикаментозного обеспечения С условий, в которых пребывают больные Как врач-лечебник, там уже больше внимания идет на состояние больного На динамику состояния больного Так что я думаю, что это в какой-то мере отличается На что прежде всего направлена деятельность лечебно-реабилитационного центра? На сегодняшний день у нас больные получают практически весь комплекс обследований необходимых для них У нас нет трудностей с транспортировкой больных, с перевозкой Лечебно-реабилитационный центр состоит из стационара, рассчитанного на 170 коек Значит, имеются отделения терапии, терапевтическое отделение Первое, второе терапевтическое отделение, неврологическое отделение и гастроэнтерологическое отделение Следующая структура, это у нас амбулаторно-поликлиническое звено Поликлиника при лечебно-реабилитационном центре И диагностический корпус, где проводится диагностика Значит, в амбулаторно-поликлиническом службе у нас включена еще женская консультация Какие планы в работе на ближайшую перспективу ставят перед собой сотрудники лечебно-реабилитационного центра? Мы планируем расширяться в плане того, чтобы набирать еще больных на соматическую реабилитацию Соматическими заболеваниями Это реабилитация эндокринологических больных с сахарным диабетом С заболеваниями щитовидной железы Значит, это больные с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быть Это больные с заболеваниями онкопатологии Значит, которым тоже требуется реабилитация Вот в этом плане мы с одной стороны С другой стороны, мы планируем улучшить материально-техническую базу центра Закупить оборудование На это мы рассчитываем на помощь и главы республики И регионального министерства здравоохранения Закупить оборудование, необходимое для полного комплекса реабилитационных мероприятий Для кинезиотерапии Расскажите о маршрутизации пациентов по медицинской реабилитации Мы стараемся не прерывать медицинскую реабилитацию Вот в медицинской реабилитации вообще различают три этапа реабилитации Первый, второй и третий этап Наша медицинская организация оказывает второй и третий этапом медицинской реабилитации Первый этап это в условиях реанимационного отделения Нашего сердечно-сосудистого центра Вот мы сейчас эту систему совершенствуем Выходим на контакт с кардиохирургами, с нейрохирургами с отделениями сосудистого центра. За несколько дней до предполагаемой выписки нам врачи говорят о больных, которых нужно проводить по второму этапу реабилитации. Мы им готовим место соответствующее и госпитализируем. Дальше идет второй этап медицинской реабилитации. Если это жители Черкесска, и есть возможность пробить, видим хороший реабилитационный потенциал такого человека, видим, что мы можем ему помочь и дальше, мы его направляем на третий этап. Третий этап медицинской реабилитации в нашей организации осуществляется в условиях дневного стационара. У нас дневной стационар, имеется шесть коек по медицинской реабилитации, координатор реабилитации. Больные третий этап проходят там. Что нужно делать людям, чтобы не попасть на больничную койку? Как максимально сберечь свое здоровье? Сейчас у нас в стране одним из приоритетных направлений внешней и внутренней политики, больше внутренней политики в сфере здравоохранения является здоровый образ жизни, сохранение здорового образа жизни. Вот в этом контексте руководством нашей страны, руководством нашей республики делается очень многое. Это те же, если посмотреть нормы ГТО, что ввели недавно, вы знаете, да, наверное, все. Это строительство тех же спортивных комплексов, бассейнов, которые у нас в республике очень много открылись, буквально за последние 2-3 года, чего бы ранее не наблюдалось. Значит, это все способствует и укрепляет здоровье. И, кроме того, конечно же, пропаганда, санитарно-просветительская работа. Это работа и вашего канала, вот программа здоровья, все. Все это в купе способствует тому, чтобы, в общем-то, как вы спросили, мне не попасть, не стать нашим пациентом. Как говорили древнегреческие врачеватели, в здоровом теле, это здоровый дух. Вот, поэтому я считаю, что вот многое зависит от этого. Кроме того, вот если взять наш регион, экологически, можно сказать, один из экологически чистейших регионов у нас в стране, у нас вообще, по идее, наших пациентов должно быть меньше. КОНЕЦ